Потому что это очень грустно. Траваоки. Сегодня утром меня пытали. На электроскрипке такого еще не было. И вот опять. Мы приехали на концерт другого оркестра. Прям на двоечку. Единственной моей главной задачей было просто не разрыветься там. Субтитры сделал DimaTorzok Вдохновила весна. А это значит, что вместе с ней пришли халтуры к 8 марта. На самом деле у меня их будет всего две. Первое это будет выступление в составе оркестра. Я буду играть на альте. А второе я буду играть на электроскрипке. В каком-то красивом бизнес-центре буду поздравлять женщин с 8 марта. Обычно я играю на электроскрипке на свадьбе, где есть диджей. Меня подключает диджей. И, собственно, все звучит. Либо второй вариант. Я играю на альте. И мне не нужно подключение, потому что он акустический. Такого варианта, чтобы я играла где-то на маленьком мероприятии, на электроскрипке, такого еще не было. Нужно мне решить эту проблему срочно. Дома я подключаюсь к большой колонке JBL. И она шикарная, она прекрасная. Она обалденно звучит. Также у меня есть несколько маленьких колонок, в которых нет выхода для электроскрипки, для микрофона. Да, никаких там нет выходов. Я столкнулась с тем, что мне срочно что-то надо. Мне нужна недорогая колонка, потому что такие выступления достаточно редкие. И они не длинные. Нужно, чтобы был блютуз, нужно, чтобы можно было вставить флешку, нужно, чтобы был выход для микрофона, либо для музыкального инструмента. И тут я поняла, что я вообще не понимаю, есть ли разница между этими двумя выходами. Оказалось, что можно подключить скрипку или гитару в ход для микрофона. Она будет работать, но она будет безбожно резать низы. И у меня сразу всплыли такие флешбеки, что меня подключали как-то на свадьбе, там, звукарион, ничего не хотел делать. Ему вообще было пофигу вообще. Я, говорит, подключил, работает нормально. Настраивать он не хотел. И помню, когда я играла на низах, я вообще не, вообще слышала скрипку, только я, она вообще не была выведена. И, видимо, он подключил меня не в тот выход. А тогда, конечно, я не знала, думаю, может, с моей скрипкой что-то не так. Оказывается, чтобы скрипка хорошо звучала, нужно выводить ее именно в вывод, сколько слов вывод, для музыкального инструмента. Вот не задача, попробуйте найти недорогую колонку с выходом для музыкального инструмента и со всем, что я перечислила. Ага, таких просто нет. Все это дорогое, музыкальное оборудование достаточно дорогое. Но, покопавшись на озоне, я кое-что нашла. И это такая колонка веселенькая, с ремнем. Она заряжается, у нее все, о чем я говорила. Я ее заказала. И скоро мы с вами ее получим. Распакуем и посмотрим, послушаем, стоит ли брать такую колонку. Я сейчас собираюсь на концерт. Он будет проходить в Баку-Плаза. Сказали быть максимально закрытых в черных платьях длинных. Мужчины будут в черных рубашках, потому что повод концерта грустный. Он будет посвящен войне между Арменией и Азербайджаном, погибшим мирным жителем. И я помню, что два года назад, когда я играла на этом концерте, единственная моя главная задача была просто не разрыветься там, потому что это очень грустно. Там показывают такие картинки, кадры. Ведущий говорит такие слова, что я уже говорю, у меня глаза на мокром месте. И два года назад я сидела, просто считала от нуля до ста, от ста. До нуля, обратно, ну просто чтобы не слушать, не слушать, не слушать, не слушать, потому что будет странно, если альтистка в первом ряду будет сидеть вот так вот вся в лесах, в слезах, вытираться. Но все-таки мы музыканты, наверное, не должно быть, но сдержаться очень сложно. Я впервые буду играть в Баку-Плазе и посмотрю, как там, покажу вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 На самом деле, это микрофон одной новой колонки. Вот она. Я хотела сделать распаковку вместе с вами, но мой муж пришел, он просто так вот ее быстро-быстро распаковал, посмотрел, подключил, в общем, не дал мне сделать. Это красиво, но я кое-что успела заснять. Что тут интересно? Вот такой мешок. Она вообще очень веселенькая, с таким принтом, абсолютно не в моем стиле. Если вы помните, выбирать было не с чего. К ней идет вот такой потрясающий микрофон для караоке. Сегодня утром меня в Италии, не могу это назвать по-другому. Я ухожу, ухожу красиво! Если вы видите человека, идущего с колонкой, который поет в караоке, это мой муж, вы знаете. Как включается колонка? Она заряжена уже? Она как-то очень сложно включается, пока мне Арсений не сказал как. Я бы, наверное, сама не додумалась поворачиваться такая штука. Вроде работает. Это увеличение мощности гитары. Так, представим, что у нас гитара. Монт блутут. Почему она по-французски говорит? Монт блутут. Что такое монт блутут? Видите, какая она веселенькая. Она еще и вот так вот светит. Дискотека будет у нас сегодня. О, даже как будто бы работает. Но с задержкой. Ощущение, что струна играет в секунду. Вообще невозможно настроиться. Я даже не знаю, чисто это или грязно. То есть, если будет чисто, то я это не услышу. Так, я выключу и настроюсь, потому что это невозможно. Вообще невозможно понять, чистая это интонация или нет. Так. Да, на открытых струнах, конечно, сильнее вот этот вот такой эффект. Она, кажется, опять расстроилась. А нет. Так, ладно. Сейчас сама буду слушать, как оно звучит. Потому что под ухом это ужасно. Ну что, я послушала, как это звучит на камере. В общем, звучит точно так же, как и под ухом. Я не знаю, что делать. Будем сейчас что-нибудь крутить. С мужем все там вертели, крутили, нажимали кнопки, избавились от эхо. Но, в целом, конечно, эта колонка прям на двоечку. Ой, прям вот вообще. Не знаю, что может быть даже хуже. Случит все максимально странно. Ну, короче, стоит она дешево. Ну и, в общем, что я хотела, да, как говорится. Вот, пожалуйста, вот эта колонка, она стоит 65 тысяч JBL наша. Там шикарный звук. Но она такая огромная, что я ее, конечно, не смогу вести. Мы приехали на концерт другого оркестра. Почему оркестр называется другой? Потому что там нет альтов и там очень такой интересный состав с солистами. В общем, проблемы электроскрипки номер 158. Там может съесть батарейка в любую минуту. Кто тут меня ждет? Привет! Я только что забрала на зоне две батарейки, потому что, кажется, забыла выключить скрипку. И у меня просто села батарейка. Ну, когда музыкант переодеваться вот в таких помещениях супермаленьких, это самое частое явление. Или на кухне, в ресторане. По поводу колонки и электроскрипки. Очень расстроено. Вы сами все слышали. И мной было принято решение играть на альте. Не получится в этот раз поиграть на электроскрипке. Короче, эту колонку я ее не советую. Хотя я брала ее с собой. Как бы просто, чтобы включать минусовки, она достаточно громкая. В общем-то и все. Для подключения инструмента она явно не годится. Для караоке очень слабоват микрофон. Звучит тоже не очень. Делайте выводы сами. Решайте сами, нужно ли вам это. Я не знаю, можно ли сдавать уже после пользования колонку. Скорее всего, нет. Ну, видимо, останется у нас для таких вот случаев. А я с вами прощаюсь. Можете посмотреть кусочек моего выступления. Подписывайтесь на мой канал. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok